Предложений по улучшению экологической обстановки в городе много, а денег на них нет. Факт констатируют краевые депутаты. На заседании Комитета по природным ресурсам и экологии они приняли резолюцию о мерах улучшения экологической ситуации. Это своего рода итог прошедших публичных слушаний. Так предприятиям предлагают установить специальные газоанализаторы, которые будут автоматически передавать данные о загрязнении атмосферного воздуха. Дома, которые сейчас отапливают мелкие угольные котельные, предлагается подключить к централизованным тепловым сетям. Администрации Красноярска рекомендуют оснастить автобусы системой нейтрализации выхлопных газов. А на въездах в город организовать автомойки. К тому же чиновникам стоит всерьез заняться озеленением. Есть поручение и для ГУВД вернуть экополицию. Основные мероприятия, они уже намечены, запланированы. Проблема в одном, как всегда, проблема финансирования. И когда мы начинаем формировать бюджет, мы говорим о том, что мы должны выбирать приоритеты. Когда в первую очередь, как-то экология не всегда получается на первом месте. Но с гордостью могу сказать, что за последние годы мы на экологию тратим значительно больше. Важным пунктом резолюции стало предложение о подписании экологической хартии. После этого предприятия обязаны будут ежегодно снижать вредные выбросы. Если резолюцию о мерах улучшения экологической ситуации в Красноярске примут депутаты на очередной сессии в ЗАГСобрании, то средства на эти цели смогут выделить только после осенней корректировки бюджета.